Это случилось в марте 1916 года в Петроградской клинике Цедлера. Вот уже пять часов молодая женщина ждет в коридоре. Ее мужа оперируют во второй раз. Но сегодня ей особенно тревожно. Наконец выходит сам профессор. Диагноз больного ужасен. Опухоль спинного мозга. Добраться до нее можно лишь перерезав нервное окончание. Рук или ног. Пациент бессознание и его жене необходимо решить, что оставить. Со слезами на глазах бедная женщина произносит. Руки. Он же умрет без рук. Художнику без рук нельзя. Пациента звали Борис Кустодиев. Когда вспоминаешь это имя, перед глазами тут же возникает череда потрясающих маслениц, гуляний, пышнотелых красавиц, купчих. И трудно себе представить, что все это красочное разнообразие написано человеком, который в 38 лет стал инвалидом. Как, откуда, черпал он силы и вдохновение. Первое душевное потрясение и одновременно восторг девятилетний Боря Кустодиев испытал в 1887 году, когда в Астрахань из Москвы привезли выставку передвижников Репин, Серов, Шишкин. До этого верхом художественного мастерства казались картинки из лубков и календарей на стенах в купеческом доме догаденных, где семья Кустодиевых снимала флигель. Боря даже пытался скопировать эти лубки, но теперь он не отставал от матери. Хочу учиться рисовать, хочу быть таким же, как Репин. Екатерина Прохорна Кустодиева стала вдовой в 25 лет. На пенсию в 30 рублей она воспитывала четверых детей. И все-таки она нашла деньги, чтобы нанять Боре достойного учителя. Им стал известный в Астрахани художник Петр Алексеевич Власов. Мне было всего 15 лет, когда учитель Петр Алексеевич Власов сказал, глядя на мои первые картины. Научился немного рисовать, ничему не научился. Искусство требует всей жизни. Анатомию человека не знаешь, не пытайся обнаженную натуру писать, не даст она тебе. Правильно Репин говорит. Глаз свой воспитывай, еще больше руки. Эти слова стали законом на долгие годы творчества. Тогда Репин воспринимался всеми, как божество. В своем письме сестре начинающий художник пишет. Теперь все свободное время я употребляю на рисование и все больше с гипсу. А с рисунков рисую только акварелью до сепии. А так хочется красок. Не берут. Слишком уж он взрослый, переросток, 18 лет. Этот удар Боря Кустодиев переносит стойко. Сколько еще таких ударов будет в его жизни? Нельзя сдаваться. А главное – огорчать мать. Она столько сделала для его учения. Он едет в Петербург, подает документы в Высшее художественное училище при Академии художеств. В три часа открыли двери зала. Абитуентов пригласили ознакомиться с суровым вердиктом художественной комиссии. На картине Кустодиева стояло. Принято. Ура, ура, ура. Добродетель наказана, порог торжествует. Я принято. С иронией пишет он домой. И как наваждение среди преподавателей сам Репень. Титан живописи. Этот титан оказался человеком небольшого роста, худеньким и подвижным, с остроконечной бородкой и лукавым взглядом. И началось. Портреты, автопортреты, друзья-художники, преподаватели. Всех пишет Кустодиев. На них тренирует глаз и руку. Работать Борису приходится много, чтобы остаться в Академии и не ударить лицом в грязь. Особенно перед Репеньем. Илья Ефимович заметил старания провинциала с Волги. На Кустодиева я возлагаю большие надежды. Он художник даровитый, вдумчивый, серьезный, внимательно изучающий природу. Только где она, природа в Питере? Где это волжское раздолье и бескрайние просторы? В письме матери жалуются. Скоро Великий пост. Весна. Питер как будто не думает о ней. Он также по-прежнему холоден, неприветлив. У него все та же вылизанная физиономия чиновника, та же мания держаться по-солдатски, по швам. Он еще не знает, что именно чиновников придется писать ему на протяжении ближайших трех лет. В 1900 году Репин получает заказ на большую картину к столетию Государственного Совета. Сто членов Совета, и все должны быть на этой картине. К написанию гигантского полотна мастер решает привлечь своих лучших студентов Кустодиева и Куликова. Я хочу, чтобы вы помогли мне сделать совет. Рука моя правая болит и болит, без помощников не справится. Многое взял я у Репина. Спасибо ему. Помню его слова. Без восторга перед красотой женщины художника нет. Натурщицы, жены, возлюбленные, музы. Вся штука в том, какую выбрать. Женщин много, а художников, настоящих талантов мало. Потому следует вам, господа, с умом и толком выбирать себе жену, возлюбленную, музу. Вдохновлять она должна вас, а не верховодить. Летом 1900 года Кустодиев отправляется на этюды в Костромскую губернию. Знавший до этого только свою Астрахань, промелькнувшую Москву, да нелюбимый холодный Петербург, он опять увидел жизнь, краски, бесконечное сияние природы. И словно сошла с этой картины его муза и будущая любовь Юленька. Юлия Прошинская была воспитанницей в богатой семье обрусевших англичан сестер Грек. Через несколько дней после знакомства Кустодиев, очарованной красотой девушки, задумал написать ее портрет. А когда рисунок был готов, оказалось, что это не просто портрет, а робкое признание и надежда. «Боюсь потерять вас, ведь я решительно ничем не заслужил вашего расположения. Вы меня так мало знаете и не видите моих недостатков, из которых я весь состою. Я верю в вас больше, чем в себя». Еще два года он проведет в мучительных сомнениях. Даст ли он ей материальный достаток? Смирится ли она, если он неделями не будет выходить из мастерской? Трудно быть женой одержимого человека. И все-таки решился, сделал предложение. «Я буду любить тебя всегда и всегда быть благодарным за твою любовь». 8 января 1903 года они обвенчались. Поселились молодожены в небольшой питерской квартирке на Введенской улице. Юлия тогда еще не знала, какие испытания ждут ее впереди. Через две недели после свадьбы Кустодиев праздновал еще одну победу. Вместе с Репиным они наконец закончили свое грандиозное полотно торжественное заседание Государственного Совета. Молодой художник, вчера еще абсолютно никому неизвестный, вдруг встал рядом на равных с самим Репиным. Это была потрясающая головокружительная карьера. Никогда не забуду наш разговор с Юлией после премьеры Совета. Вы слились с Репиным. Тут невозможно отличить, где один, а где второй. Илья Ефимович скроил тебя по своему образу и подобию. Ты думаешь, я уже скроен? А может, мне еще предстоит себя самому перекраивать? Кажется, тогда я и решил, что пора искать свой путь в творчестве. 8 ноября 1903 года по окончании Академии художеств Кустодиев вместе с женой и двухмесячным ребенком отправился в путешествие по Италии, Испании, Франции. На парижском художественном небосклоне сияло тогда множество звезд. Моне, Дега, Ренуар, Сезанн, Матис, Ван Гог. Растеряться было легко, стать подражателем еще легче. Именно тогда, в Париже, он пишет свое знаменитое полотно «Утро». Один из критиков потом скажет. Право не верится, что такую мастерскую вещь мог сделать совсем еще молодой художник. И ничего подобного еще не сделал ни один из наших художников. В 1905-м у Кустодиевых родилась дочь Ирина. Здоровая, развощекая девочка. Появилось еще больше желаний работать. Он пишет для левых журналов «Жупил» и «Адская почта», где помещает карикатуры на тех, за кого так хвалили его в Репинском совете. Именно в это время у Бориса начинает болеть правая рабочая рука. Боль тяжелая, непонятная, переходящая в область спины. Лучшие доктора не могут определить причину этой боли. Но, несмотря на недуг, Кустодиеву все больше хочется писать не репинские портреты, а Россию, самобытную, праздничную, яркую, а главное – здоровую. «Я радостного искусства хочу, потому и мучаюсь. Ведь какой бы мороз ни был, солнце, появившись, растопит его». Подкинешь мы в тех местах, где он познакомился со своей Юленькой, художник покупает две десяти на земле и своими руками строит для себя деревенский дом. Называет его терем. Теперь здесь для него все – и свежий воздух, и русская ширь, и творчество. Особый восторг у него вызывает народные ярмарки. «Ярмарка была такая, что я стоял, как обалделый. Ах, если бы я обладал сверхчеловеческой способностью все это запечатлеть. Затащил мужика с базара и писал при народе. Чертовски трудно, будто впервые. За два-три часа надо сделать приличный этюд. Пишу бабу покладистую, хоть неделю будет стоять, только щеки да нос краснеют». Он понимал, что пора уйти от желания писать лица с портретной схожестью, уйти от репенского реализма. Надо изобразить все, как в народном лубке. Кустудев просто жил мыслями о будущей картине и чувствовал, Илья Ефимович на этот раз не узнает своего ученика. «Я чувствую, что надо писать не с натуры, а из головы, из моего личного представления о русской красоте. Кажется, у меня это уже получается. И люди на последней выставке это заметили». «Обратите внимание, ученик Репина отказывается от своего учителя. Я не вижу здесь ни доли влияния репинской школы». «А вдруг мы с вами присутствуем при рождении нового стиля?» «Это стиль. Между лубком и искусством вряд ли можно найти что-то общее». «Декорация, декорация. Не к какой живописи, а какой был талантливый». «После той выставки Кустодиев напишет своему первому учителю Власову. «Я дошел в живописи до стенки. Все это ни к чему. Это было, было, было. Вита, как у Репина. Нотгофт, как у Серова. Мате тоже. Эта чернота, эта блеклость тонов угнетают меня. В этих портретах, где все похоже, натурально, не добиться чистоты цвета. Все надо начинать заново. Или кончать. Все». Ночью 1 декабря ему не спалось. Мешала боль в руке. Невольно вспоминалось вчерашнее. Вручение диплома академика, банкет, близкие и совсем незнакомые лица. «Академик». «Самой, кажется, молодой. Стало быть, мы вправе ждать от него». «А какой я академик? Настоящий академик – это же всегда явление в искусстве. Репин со своими бурлаками, Саврасов с грачами. Нет, нет, нет никакого явления. Академик». «Когда утром Борис Кустодиев присел завязывать шнурки, поясницу пронзила такая адская боль, что он задохнулся. В глазах потемнело. И опять врачи недоуменно хлопали глазами. Наконец, не очень твердо объявили, что у него, кажется, туберкулез позвоночника, который лечит в основном в Швейцарии. И, удивительно, помогло. После Швейцарии Кустодиевы уехали всей семьей на лазурный берег Франции. Борис ожил, вновь ощутил себя здоровым, восхищал всех отдыхающих великолепными прыжками ласточкой с высоченного мола и подолгу плавал даже в неспокойном море. На обратном пути заехали в Берлин на консультацию к европейской знаменитости Герману Оппенгейму. Выслушав Кустодиева, профессор сердито объявил, что никакого костного туберкулеза у него нет и не было, а есть опухоль в спинном мозгу, от которой все боли, и требуется срочная операция. И он готов сделать такую операцию. Борис отходил от наркоза более двух суток. И еще двое суток много раз терял сознание. Ясно увидел Юлию только на пятый день. Она все время была рядом и спала в той же палате. Первые слова мужа ее просто огорошили. Я думаю о типах женщин, об их красоте, о разных национальностях. Мы очень четко представляем себе и типичную француженку, и типичную итальянку, немку. И заметь, только благодаря живописи. А где тип русской женщины? Его нет? Даже в забытии он думал о своих картинах. Оппенгейм предложил художнику приехать в клинику через год. А пока Борис с женой вернулись в Россию. Мысль о русской женщине больше не отпускала его. Своя жена Юлия Естафьевна уже исчерпана. Он сделал семь ее портретов. Стройная, изящная. Она совсем не годится для его нового идеала. Кто же следующая муза? И тут издатель Кнебель словно услышал его размышления. Написали бы вы, Борис Михайлович, русских купчих. И вот он, новый период в жизни Кустодиева. Поклонение женщине. Купчихи, красавицы посыпались из-под его кисти, как из рога и изобилия. И все такие славные, пышнотелые, здоровые. От этих цветущих красавиц даже боль в спине куда-то исчезла. Как никогда Борис чувствовал себя здоровым и сильным. А главное, он нашел себя в живописи. Вся картина – это мечта о красоте, которая, как знать, вдруг действительно спасет мир. Однако в Петербурге его новое слово в живописи не поняли. Газеты в то время пишут. Вот уж кто чудит, так это Кустодиев. То он пишет обыкновенно хорошие дамские портреты, а то выставляет какую-то дебилую красавицу, сидящую на расписном сундуке, нарочитая и выдуманная без вкусии. Первая мировая война будто отрезвила Кустодиева. Стала не до красавицы. А боли возвратились с новой силой. Самое обидное – и в Германию к доктору Оппингейму уже не попасть. Итак, я отрезан от единственного человека, который может меня спасти. Скоро боли стали невыносимыми. Предстояла тяжелейшая операция уже в Петербурге. В ее ходе врачи пришли к мнению, чтобы спасти жизнь, необходимо перерезать нервное окончание или рук, или ног. Юлий пришлось принять самое страшное решение в своей жизни – оставить мужа без ног. Лежа на больничной койке без движения, он все пытался понять, за что же ему все эти испытания. «Может быть, за то, что уж слишком я люблю жизнь, слишком радуюсь, слишком воспеваю ее своими писаниями. Она ведь очень страшная, тяжелая, невыносимая для многих жизнь-то. А я убежден, что живопись именно в силу своей специфики должна только одухотворять человека, приподнимать его, наполнять светом, радостью, силой. Ее предназначение только в этом». Он закрывал глаза и видел новые картины. Открывал и видел белые стены. Чем более немощным было его тело, тем сильнее работало воображение. Но без работы жизнь словно уходила от него. И тогда Борис Михайлович втайне от врачей попросил жену принести ему альбом и краски. Теперь он уже не видит, что творится за окном, как изменилась сторона за время его вынужденного затворничества. На всю оставшуюся жизнь он прикован к инвалидной коляске. Но работает Кустодиев еще самозабвеннее. Такого количества картин он не писал даже в самые свои здоровые годы. Портрет Шаляпина, множество купчих, эскизы к книгам и декораций к спектаклям. Он будто понимает, если не работать, умрешь. И никому не позволяет говорить о своей болезни. Как и раньше, он не хочет, чтобы его жалели. Осенью 22-го к больному заглянул давний знакомый Евгений Замятин. Встреча наша случилась, когда уже не было Петербурга, а был Петроград-Ленинград, когда пышная Кустодиевская Русь лежала уже покойницей. Но эту покойницу, к счастью, художник уже не видел. Вся Русь, которую с тоскою вспоминал Замятин, теперь была на стенах маленькой мастерской художника. От солнца или кустодиевских картин в мастерской было весело. В стенах розовели пышные тела, горели золотом кресты, слались зеленые травы. Все это светилось радостью, кровью, соком. А человек, который напоил соками, заставил жить все эти полотна, сидел в кресле на колесах, закутанными мертвыми ногами и говорил, подшучивая над собой ноги, что предмет роскоши, а вот рука начинает побаливать. Это уже обидно. В 1926-м сбылась его мечта об идеальной натуре. Причем самым неожиданным образом подросла дочь Ирина. Разовощекая, пышнотелая, жизнерадостная. Так повезло еще, вероятно, лишь Тициану. Он не раз писал свою дочь Лавинию, ибо это был любимый тип его женщины-венецианки. Светлокожая, рыжеволосая, пышная. Борис Михайлович не уставал рисовать свою ненаглядную Иришку. Девочка с собакой, девочка у окна, портрет Ирины и, главное, русская Венера. Дочь Ирина хороша, конечно, но в ее лице есть милая строптивость. А у русской Венеры должно быть простодушие, непритязательность. Надо добавить этой простоты естественности. Он подкатывал к полотну на своей коляске и отъезжал, точно вызывая на поединок грядущую смерть. Наконец, последний штрих и промолвил тихо, как не о себе. Пожалуй, не дурно, а? Да, можно сказать, я написал неплохую вещь. В феврале 27-го Кустодиев обратился в Народный комитет просвещения с просьбой командировать его в Германию для лечения. Уже в марте было получено добро и представлена правительственная субсидия в тысячу долларов. Осталось только дождаться заграничного паспорта. По иронии судьбы, загранпаспорт будет готов через 10 дней после его смерти. 26 мая Борис Кустодиев скончался в своей питерской квартире на Введенской улице. Борис Кустодиев успел создать около 700 прекрасных живописных работ. Цена их на аукционах дошла уже до миллиона долларов. А в истории живописи он остался певцом исконной Руси с ее традициями, праздниками, красотой не подвержены, не подвластны никаким революциям и войнам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова